друзья всем привет сегодня 23 марта 2021 года вторник перед началом торговой сессии на фондовом рынке московской биржи давайте рассмотрим основные изменения по акциям нашего торгового плана которые произошли вчера в понедельник 22 марта 2021 года итак давайте приступим посмотрим у нас вчера были изменения по валютным парам в результате того что было укрепление евро и доллара по отношению к рублю у нас сформировано новые торговые уровни по евро в частности вчера цена закрепилась выше верхней границы нисходящего дневного конверта по данной валютной паре и в результате этого был сформирован новый дневной уровень покупок на отметке 86 14 и на этом уровне по торговому плану рекомендовано выставлять заявку на приобретение дополнительных 20 процентов от планируемого объема позиции среднесрочная бумага продолжает торговая вернее валютная пара продолжает торговаться восходящим дневном канале но тем не менее тренд среднесрочная у нас нисходящий цена торгуется ниже ключевого сопротивления 92 88 20 и пока не будет теста данного ключевого сопротивления закрепления выше я считаю что в любом случае ближайшее время рубль начнет укрепляться соответственно торопиться с набором длинных позиций по евро я не стал бы рекомендовать поскольку в среднесрочной перспективе мы можем увидеть еще более низкие значения и первый из них это 86 14 дневной уровень внутридневной таймфрейм у нас точно также пока восходящие внутридневной канал но тем не менее цена торгуется ниже среднее ниже сопротивление 92 88 20 ранее цена отбилась от верхней границы данного восходящего внутридневного канала и по технике будет стремиться протестировать нижнюю границу данного восходящего канала на текущий момент нижняя граница находится в районе 76 соответственно вот эти уровни 86 14 дневной это вполне актуальный уровень который может ближайшее время быть протестирован если рубль продолжит укрепляться далее по паре доллар рубль у нас также вчера закрепились выше верхней границы нисходящего дневного конверта но тем не менее вновь сформированный дневной уровень он совпадает с ранее сформированным 72 39 49 поэтому об этих изменениях я в торговом плане писать не стал то есть тут значительно незначительные изменения поэтому эти уровни практически совпадают поэтому оставим все как было прежде данная валютная пара продолжает торговаться в нисходящем среднесрочном тренде цена торгуется ниже ключевого сопротивления 76 74 67 пока цена находится ниже давление на доллар может продолжиться соответственно ближайшее время я жду продолжение укрепления рубля и вот эти откатные движения наверх это всего лишь коррекционное движение внутри нисходящего движения по паре доллар рубль именно в пользу укрепления рубля дневной таймфрейм свидетельствует о том что валютная пара торгуется в нисходящем дневном канале ранее мы отбились от верхней границы данного нисходящего канала сейчас она будет пытаться протестировать среднюю линию канала которая находится в районе 70 внутри дневной таймфрейм свидетельствует о том что данная валютная пара торгуется восходящем внутри днем дневном канале но тем не менее ранее мы протестировали верхнюю границу данного канала и по технике цена должна протестировать нижнюю границу нижняя граница на текущий момент находится также в районе 70 соответственно сценарий на укрепление рубля по отношению к доллару он сохраняет свою силу и если цена не протестирует и не закрепится выше ключевого сопротивления 76 74 67 говорить о сломе нисходящего среднесрочного тренда пока преждевременно я все-таки рассчитываю на то что мы продолжим укрепление рубля и нам дадут вот эти два уровня 72 39 49 и 71 86 40 торопиться с набором доллара на весь объем я бы не стал с этих значений думаю что мы увидим еще пониже цены далее вчера также произошли изменения по фондовому рынку идем изменения коснулись акции меча привилегированная сейчас откроем так ничего привилегированная вчера был отработан часовой уровень покупок который находится на отметке 68 так секундочку меча привилегированная вчера был отработан часовой уровень покупок 72 90 на данный момент мы видим что остается актуальными для покупок два ближайших часовика которые находятся на отметке 69 05 и 67 90 дневной таймфрейм пока свидетельствует о перекупленности данной бумаги цена отбилась от верхней границы нисходящего дневного канала вчера закрепились ниже нижней границы восходящего дневного конверта и сформировали новое ключевое сопротивление на отметке 81 60 давайте перенесем бывшее сопротивление на этот уровень 81 60 таким образом сейчас если цена протестирует данное ключевое сопротивление 81 60 и закрепится выше то соответственно нисходящий среднесрочный тренд будет сломлен и у нас открывается перспектива похода наверх внутри дневной таймфрейм свидетельствует о том что ранее мы в марте 2020 года отбились от нижней границы нисходящего внутри дневного канала сейчас она приближается к средней линии канала и идет проторговка у средней линии данного канала учитывая что сопротивление приближается к текущим отметкам не исключая что ближайшее время мы можем увидеть пробой данного ключевого сопротивления 81 60 если закрепимся выше открывается перспектива походу наверх в район 111 и выше сейчас же если будет продолжение нисходящего движения то в данной ситуации есть смысл добрать позицию по часовикам 69 05 и 67 90 дальше уже идет актуальный для покупок дневной уровень 60 45 на котором целесообразно рассматривать покупки до 20 процентов от планируемого объема позиция на долгосрок и средний срок переходим далее также изменения коснулись акции северсталь вчера был отработан часовой уровень покупок 1405 80 и на данный момент у нас остается актуальным для покупок ближайший часовик который находится на отметке 1286 20 дневной таймфрейм свидетельствует о перекупленности данной компании цена торгуется у верхней границы восходящего дневного канала соответственно ближайшее время если даже и будет какой-то перехай то все равно в среднесрочной перспективе мы увидим более низкие значения в результате того что ожидается технической коррекции по данному эмитенту по технике внутридневной таймфрейм также говорит о перекупленности данной компания цена тестирует верхнюю границу восходящего внутридневного канала и соответственно в любой момент мы можем увидеть начало технической коррекции пока в границах сформированного внутридневного канала у нас пока имеются только ранее не отработанные часовики 1286 20 и 1270 60 поэтому торопиться с набором позиции тем кто ранее уже покупали дневки и часовики пока не рекомендую нужно ждать формирования нового дневного уровня после начала и завершения технической коррекции увидим движение к средней линии последующий откат тут у нас где-то должен быть сформирован новый дневной уровень нужно немножко подождать среднесрочная бумага продолжает торговаться восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 762 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение можно рассматривать к покупкам на тесте сформированных уровней по торговому плану далее также вчера произошли изменения по акциям совком флот был протестирован часовой уровень покупок 90 48 и на этом у нас набор позиции по часовикам завершён все вот эти часовики которые были на графике я удалю для удобства чтобы они не путали получается по часовикам 25 процентов собрали дальше нужно ждать только теста дневных уровней ближайший дневной уровень покупок находится на отметке 88 54 на этом уровне целесообразно выставлять заявку на приобретение дополнительно 20 процентов и ждем дальше уже формирования новых уровней сейчас пока еще бумага продолжает торговаться в нисходящем среднесрочном тренде ключевое сопротивление сформировано на отметке 190 это достаточно высоко у текущих соответственно если увидим период то есть дальнейшее снижение бумаги то ключевое сопротивление потянется в район текущих отметок в район 94 ждем торопиться с набором на весь объем также не рекомендую нужно ждать дневного уровня ближайшие 88 54 20 процентов на нем можно выставить заявку на покупку в долгосрок и средний срок далее также вчера сформированы новые уровни покупок по акциям изменения коснулись банка санкт-петербург был сформирован новый часовой уровень покупок который находится на отметке 57 33 и на этом уровне можно выставлять заявку на покупку до пяти процентов бумага перекуплено на дневном таймфрейме торгуется у верхней границы горизонтального дневного канала соответственно в любой момент мы можем увидеть отбой от этой верхней границы дневного канала и начало технической коррекции поэтому торопиться с текущих на весь объем я также не рекомендую сейчас пока есть возможность собрать по часовикам первые 25 процентов дальше нужно ждать теста дневного уровня 50 35 внутри дневной таймфрейм внутри дневной таймфрейм у нас также свидетельствует о перекупленности цена тестирует верхнюю границу нисходящего внутри дневного канала в любой момент мы можем увидеть начало технической коррекции и на этой коррекции как раз будет шанс протестировать и дневной уровень в том числе 50 35 ждем среднесрочная бумага продолжает торговаться в восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 38 58 переходим далее на сегодня следует обратить внимание по акциям газпром нефть так газпром нефть по акциям газпром нефть вчера сформировали новый часовой уровень покупок который находится на отметке 360 90 на нем также можно выставлять заявку до 5 процентов на покупку на дневном таймфрейме у нас перекупленность цена тестирует верхнюю границу нисходящего дневного канала но тем не менее нужно учитывать что если даже будет отбой от этой границы вниз то есть начнется снижение то это снижение будет коррекционным в рамках среднесрочного восходящего тренда ключевая поддержка которого находится на отметке двести тридцать три все что выше поддержки двести тридцать три любое снижение этой технической коррекции которую можно смело рассматривать к покупкам на внутридневном таймфрейме у нас уже цена в зоне перепроданности то есть цена ранее протестировала нижнюю границу восходящего внутридневного канала соответственно если даже будет какое-то снижение еще раз это подтверждает что она будет коррекционным и на этом снижение как раз можно добирать позицию если вы не успели собрать позицию на весь объем сейчас по часовикам я рекомендую покупать первые двадцать пять процентов только новичкам те же кто ранее покупали дневной уровень триста четырнадцать девяносто можно уже ждать ждать триста тринадцать ноль пять это следующий дневной уровень для покупок переходим далее также вчера изменения коснулись акции магнит сформировали новый часовой уровень покупок на отметке пять тысяч триста один этот ближайший часовик на котором можно выставлять дополнительную заявку на приобретение пяти процентов бумага на дневном таймфрейме находится в зоне перекупленности пока чуть выше средней линии восходящего дневного канала соответственно в любой момент мы можем увидеть продолжение технической коррекции в рамках среднесрочного восходящего тренда ключевая поддержка данного восходящего тренда находится на отметке две тысячи двести девяносто все что выше данной ключевой поддержки любое снижение это коррекция в рамках коррекции есть смысл выставить заявку на приобретение дополнительных 20 процентов на дневном уровне четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять возможно этот уровень нам дадут поскольку ранее цена отбилась от верхней границы восходящего дневного канала и пока еще не протестировал нижнюю границу данного канала внутри дневной таймфрейм свидетельствует пока о перекупленности бумаги так как цена торгуется выше средней линии восходящего внутри дневного канала но тем не менее как раз это подтверждает тот факт что может продолжиться техническая коррекция учитывая что ранее цена отбилась от верхней границы данного восходящего внутри дневного канала и пока еще не протестировал нижнюю границу данного канала сейчас первая цель коррекционных движений это четыре тысячи четыреста средняя линия канала поэтому дневной уровень четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять вполне могут дать далее также вчера произошли изменения по акциям огк 2 сформирован новый часовой уровень покупок на отметке 07802 на этом уровне также можно выставить заявку до 5 процентов на покупку на дневном таймфрейме у нас бумага торгуется в зоне перекупленности чуть выше средней линии восходящего дневного канала но тем не менее сейчас есть все предпосылки того что можем увидеть дальнейшую коррекцию по данному эмитенту на этой коррекции есть шанс что дадут сформировать как первые 25 процентов от позиции по часовикам так и протестировать ранее не отработанный дневной уровень покупок на отметке 06652 внутри дневной таймфрейм также свидетельствует пока о перекупленности цена торгуется чуть выше средней линии восходящего внутри дневного канала ранее цена протестировала верхнюю границу данного канала и по технике будет пытаться протестировать нижнюю границу восходящего канала который находится в районе 060 соответственно дневной уровень 06652 также находится в границах сформированного вот этого диапазона если мы увидим тест нижней границы то соответственно есть шанс что протестируем 06652 это дневка ключевая поддержка восходящего тренда по данному эмитенту находится на отметке 0.4263 все что выше данной ключевой поддержки свидетельствует о нахождении цены в рамках восходящего среднесрочного тренда соответственно любое снижение я рассматриваю исключительно как техническую коррекцию которую можно рассматривать к покупкам переходим далее вчера также произошли изменения по акциям селегдар привилегированные сформировали новый часовой уровень покупок на отметке 40 50 таким образом на этом уровне можно также выставить заявку на приобретение до 5 процентов от планируемого объема позиции на дневном таймфрейме бумага перепродана приближается к нижней границе восходящего дневного канала как только произойдет тест этой нижней границы уже после этого можно будет ожидать возобновление восходящего движения в рамках среднесрочного и долгосрочного восходящего тренда ключевая поддержка по-прежнему находится на отметке 21 все что выше данной ключевой поддержки можно смело выкупать на коррекциях сейчас эта коррекция продолжается соответственно если вы только начинаете набор то часовики используем для приобретения 25 процентов дневные уровни для увеличения доли в портфеле еще на 20 процентов по данному эмитенту ближайший дневной уровень находится на отметке 39 внутридневной таймфрейм также свидетельствует о том что цена вошла в зону перепроданности по данному эмитенту на текущий момент цена торгуется ниже средней линии восходящего внутри дневного канала и по-прежнему еще не протестировала нижнюю границу данного канала который находится на отметке 34 то есть сейчас уровень 39 дневной он вполне достижим поэтому заблаговременно можно выставить на нем заявку на увеличение доли в портфеле на 20 процентов далее также вчера произошли изменения по акциям тат нефть привилегированы сформировали новый часовой уровень покупок на отметке 536 на нем также можно выставить заявку на приобретение до 5 процентов дневной таймфрейм свидетельствует о перекупленности по данному эмитенту цена торгуется у верхней границы нисходящего дневного канала но тем не менее если даже будет отбой вот этой верхней границы нисходящего канала то соответственно это будет коррекция поскольку цена торгуется по-прежнему выше ключевой поддержки 355 что свидетельствует о нахождении цены в восходящем среднесрочном тренде на снижение целесообразно рассматривать покупки по уровням торгового плана но с обязательным соблюдением рисков внутридневной таймфрейм говорит о перепроданности по данному эмитенту поскольку цена торгуется у нижней границы восходящего внутри дневного канала соответственно любое снижение коррекционное можно смело выкупать поскольку в последующем я ожидаю отбоя от этой нижней границы и возобновление полноценного восходящего движения в рамках растущего тренда ближайшие цели которые могут быть достигнуты это средняя линия сформированного канала который находится в районе 780 сейчас и дальше уже идет цель ближайшие 827 на которой спекулянты могут частично фиксировать свои спекулятивные позиции на долгосрок я на этом уровне ничего фиксировать не буду моя задача только докупаться первое несколько лет поэтому пока я вношу средства и только покупать и уровне которые мне дают с учетом соблюдения рисков по торговой системе далее также вчера у нас произошли изменения по дуговым распискам тинькофф групп сформировали новый часовой уровень покупок на отметке 4260 4260 на этом уровне можно выставить заявку до 5 процентов на покупку сейчас сейчас это ближайший часовик который может быть теоретически достигнут цена торгуется в зоне перекупленности выше средней линии восходящего дневного канала я ожидаю техническую коррекцию по данному эмитенту поскольку считаю что бумага перегрета но тем не менее эта техническая коррекция будет в рамках растущего тренда с ключевой поддержкой 1653 других поддержек и дневных уровней пока не сформировано соответственно на коррекции я жду формирования нового дневного уровня но для этого нужно нормально откорректироваться чтобы оно приблизиться к нижним границам данного восходящего дневного канала внутри дневной таймфрейм свидетельствует также о перекупленности бумаги цена торгуется у верхней границы восходящего внутри дневного канала соответственно в ближайшее время может начаться полноценная техническая коррекция на которой будет шанс сформировать первые 25 процентов от планируемого объема позиции по часовикам дальше ждем теста дневных уровней либо формирования новых дневок на этом на сегодня все обращаю внимание что информация представленная в данном видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендации каждый инвестор принимает свои инвестиционные решения самостоятельно на свой страх и риск я лишь делюсь мнением по рынку рассказываю о том как инвестирую сам где покупаю как покупаю и на какой объем на этом все всем пока успехов удачи в инвестициях смотря на их vimos пусть ее